Это вторая лекция по топологии в четвертом модуле. Я напоминаю, что рисунки и письменные материалы будут разосланы, будут вывешены отдельно. Если вам покажется, если вы увидите, что там чего-то не хватает, что еще чего-то непонятно, что хорошо было бы что-то пояснить, то напишите мне, и я это добавлю. К сожалению, в наших условиях это единственная форма обратной связи, которую еще можно выполнить для улучшения качества лекции. Я начну с продолжения, с комментария, с решения некоторых сюжетов из первой половины прошлой лекции, а именно я начну с решения задачи Константинова, которая была сформулирована в конце первой половины. Я напомню, что речь там шла про машины, про то, что есть два города, соединенные двумя дорогами, и между ними по этим двум дорогам едут две машины. В одном случае они идут одновременно из одного города во второй, в другом случае они идут, одна из первого города во второй, другая одновременно идет с второго города в первую. И что-то там про них при этом надо доказать. Я надеюсь, что условия вы помните. Значит, доказательства. Доказательства решения состоят вот в чем. Надо рассмотреть всю эту ситуацию, изобразить эту ситуацию таким образом. Мы рассматриваем прямоугольник. Прямоугольник – это произведение двух отрезков, которые символизируют две наши дороги. Точки этих отрезков, которые перемножаются, это точки наших двух дорог. Точка прямоугольника – это одновременное положение точки на одной дороге и на другой дороге. Тогда подумаем, что такое одновременное движение машин из одного города в другой, из первого города в другой, одновременно по этим двум дорогам. Его можно изобразить как линию, ведущую из, скажем, нижнего левого угла этого прямоугольника в верхний правый угол. Это непрерывная линия. В каждый момент положение этих двух машин изображается парой точек на одном отрезке и на другом отрезке, то есть точкой внутри прямоугольника. Итак, имеется непрерывная линия, ведущая из левого нижнего угла в правый верхний. А что такое движение тех же самых машин по встречному направлению? Одна движется по первой дороге из первого города во второй, другая движется из второго города в первую по второй дороге. Это такой же путь, который, однако же, связывает левый верхний угол с правым нижним. Понятно, впрочем, это требует некоторого строгого доказательства, но, в общем-то, понятно, что и этим доказательством мы такие доказательства мы научимся проводить, но, в общем, понятно, что эти два пути должны пересечься. Что такое пересечение этих двух путей? О чем говорит тот факт, что эти два пути пересеклись? Это значит, что при одном движении и при другом движении возникнут просто одинаковые ситуации. Одинаковые ситуации, в которых положение машин на двух дорогах будут одинаковые. Как при одном движении, так и при другом движении. Ну, положение. Вот. Ну, если вспомнить, что спрашивалась задача, то это даёт отрицательный ответ на вопрос, потому что если у нас есть такое положение, которое возникло при первом движении, то есть это положение, когда машины находились на расстоянии не больше 29 метров, то совершенно точно, что когда машины будут при втором движении находиться в таком же положении, между ними опять будет расстояние не больше 29 метров, и не может быть так, нельзя, не может быть так, что при этом на них располагались грузы радиусом по 15 метров, и они не сталкивались и не пересекались. Вот решение задачи. Ещё одна задача, с которой мы, собственно, начали прошлую лекцию, она была такая. Значит, топологический факт, достаточно очевидный, состоял в том, что если у нас есть непрерывная функция на отрезке, которая в разных концах отрезка принимает разные значения, то где-то посередине эта функция должна обращаться, значение этой функции должно обращаться вновь. Из этого довольно быстро следует вот какое утверждение. Пусть у нас есть непрерывное отображение, отрезка в себя. Что такое непрерывное отображение? Это просто непрерывная функция. Ну, например, наш отрезок, это отрезок от нуля до единицы. Отображение в себя, это просто непрерывная функция на нём, которая всюду принимает значение тоже от нуля до единицы. тогда утверждается, что найдётся такая точка x посередине этого отрезка, в которой, ну, посередине, что значит посередине, где-то внутри нашего отрезка, может быть, на краю, такая точка x, что f от x, значение функции в этой точке, равна самой этой точке x. Ну, как это доказать? Можно точно так же нарисовать график и смотреть на график и понять, что он должен пересекаться с диагональю. В чём состоит факт, что f от x равно x? Это мы берём квадрат. Произведение отрезка 0,1 на себя. Проводим в нём диагональ, ведущую из точки 0,0 в точку 1,1. То есть, значит, если у нас в какой-то точке x f от x равно x, это значит, что график в этой точке пересекается с этой диагональю. Вот. Можно решить эту задачу точно таким же образом. Ну, примерно таким же образом, как в предыдущем рассуждении, просто глядя на график. Ну, можно сказать без картинки. примерно такие слова, что вот а у нас значение в точке 0 неотрицательно, принимает значение от 0 до 1. если оно равно 0, то мы уже победили. Вот и есть эта точка, в которой f от x равно 0. x f от 0 равно 0. Если она положительна, значит, рассмотрим такую функцию f от x минус x. В этой точке ее значение будет положительное. И точно так же в точке 1 значение этой функции будет отрицательное. Значит, где-то посередине будет ситуация, когда f от x равно, когда значение функции f от x минус x равно 0. Ну, а это и значит, что f от x равно x. Вот такое рассуждение, опять совершенно тривиальное, очень простое, и опять имеющее интересное, глубокие обобщение. Самое первое обобщение стоит в следующем. Если мы вместо отрезка рассмотрим двумерный круг, например, круг над плоскостью, рассмотрим его непрерывное отображение себя. Ну, мы знаем, что круг является метрическим пространством, там на нем можно ввести стандартную метрику, любую из метрик, неважно какую, любую из эквивалентных между собой метрик, тогда понятно, что такое непрерывное отображение этого круга в себя утверждается, что при таком отображении, если оно непрерывно, найдется такая точка на краю или внутри, которая отобразит сама в себя. Ну, и то же самое, конечно, можно сказать про любое, но про отображение в себе любого множества топологически эквивалентного круга, то есть гомеоморфного круга, ну, например, квадрата, квадрата с внутренностью или треугольник с внутренностью, любого выпуклого многоугольника, берем любой выпуклый многоугольник на плоскость, отображаем его внутрь себя, обязательно найдется точка, которая перейдет в себя. Можно рассмотреть не плоскую задачу, а многомерную, точно так же, если мы возьмем, например, шар трехмерного пространства, будем отображать его в себя, и вообще любое выпуклое множество в любом, может быть, многомерном пространстве, которое отображается в себя, при таком отображении обязательно найдется такая точка его, которая перейдет в себя. Это фундаментальный факт, который имеет множество предложений, и мы более-менее научимся доказывать такие факты. Ну, чтобы научиться такие факты, надо вернуться и поговорить про базовые определения, которые были во второй части прошлой лекции, которые формулировались в таких терминах. Метрические пространства, открытое множество, шары, непрерывное отображение, гомеоморфизм. Ну, давайте поговорим, давайте посмотрим на какое-то количество примеров этих объектов, которые называются такими словами. Метрические пространства. Ну, какое-то количество метрических пространств было уже предъявлено, обсуждено, но давайте еще обсудим несколько. Во-первых, любое подможество евклидового пространства является метрическим пространством, потому что мы, собственно, это уже обсуждали в случае, когда мы рассматривали просто сферу в трехмерном пространстве. Ну, то же самое рассуждение, если у нас есть совершенно произвольное подможество евклидового пространства, мы можем забыть про то, что оно подможество, и метрика, это будет просто метрика, индуцированная из объемящего пространства. Ну, это же рассуждение применимо не только к подможествам евклидового пространства, а к подможествам любого метрического пространства. Если у нас есть метрическое пространство и его подможество, то можно ту метрику, то понятие расстояния, которое есть на объемящем пространстве, просто ограничить на подможество, и подможество тоже становится метрическим пространством. Эта метрика называется индуцированной Еще одно ученое слово, которое, может быть, полезно будет запомнить. Ну, какой еще можно пример? Да, примеры бывают достаточно экзотические и часто бесполезны. Ну, например, всегда для любого множества можно рассмотреть такую метрику, что расстояние от любой точки до самой этой точки, как и положено, равно нулю, а расстояние между любыми двумя разными точками равно, ну, например, десяти. Вот такая экзотическая метрика. Ну, просто чтобы понимать, что бывают разные экзотические ситуации. Значит, следующее. Пусть у нас граф. Давайте вернемся к нашему любимому примеру. Мы будем его рассматривать не как абстрактный алгебраический объект, состоящий из множества вершин и множества ребер, которые являются просто парами вершин. Будем рассматривать его как геометрический объект. То есть, ребра теперь это уже экземпляры отрезка. И вот мы рассматриваем набор вершин, набор отрезков, которые их соединяют. Правда, они лежат в каком-то таком... Они, вообще говоря, нигде не лежат. А тогда на этом графе можно определить... Там имеется стандартная метрика графа, которая строится таким образом. Любое ребро графа отразделяется с отрезком длины единицы. И расстояние между точками, между какими-то точками этого отрезка... Ну вот мы смотрим, с какими точками отрезка от нуля до единицы они отразделены. И берем модуль разности этих соответствующих чисел. Расстояние между двумя концами одного отрезка считается равным единице, естественно. Расстояние между двумя вершинами равно наименьшему числу отрезков, которые их соединяют. Да, конечно, эту задачу разумно рассматривать только для связанных графов. Если граф не связан, то задача получается неинтересна. Значит, граф связан, вот у нас есть две вершины, расстояние между двумя вершинами равно наименьшему количеству ребер, которые их соединяют. Из этих двух фактов уже можно вывести, как должно выглядеть расстояние между любыми двумя точками, уже не обязательно вершинами. Пусть у нас есть какие-то две точки, например, две внутренние точки каких-то разных отрезков, двух разных ребер, как должно выглядеть, как определяется расстояние между ними. Берем одну из этих точек, берем расстояние от нее до одного конца, берем расстояние до другого конца, ну и так же поступаем со второй точкой. И у нас получается четыре таких числа. Значит, расстояние от первой точки до первого конца, соответствующая ей отрезка, соответствующая ей ребра, плюс расстояние между этими вершинами, которые мы уже знаем. Вот получилось какое-то число, состоящее из этих трех чисел. Берем такие числа, такие суммы по всем четырем выборам концов этих отрезков, берем из них наименьшее. Вот это стандартная метрика на графе. Но, конечно, бывают задачи, очень часто возникают задачи разумные, когда на графе нужно вводить другую метрику. Например, граф может возникнуть как карта дорог какой-нибудь области, например, какой-нибудь страны, в котором вершины – это населенные пункты или перекрестки, а ребра – это дороги. Тогда дороги могут быть разной длины, разного качества. И качество метрики можно брать длину или количество бензина, которое надо потратить на прохождение этой дороги. Или если дорога платная, сколько надо заплатить за прохождение этой дороги. Ну, вот такие есть примеры. И тогда метрики будут получаться другие. Ну, вот это еще большой пример метрических пространств. Следующее понятие открытых множеств. Вот у нас было понятие открытых множеств. Я напомню, что подмножество метрического пространства, вот у нас есть метрическое пространство, в нем есть разные подмножества. Подмножество называется открытым. Если вместе с каждой точкой оно содержит маленький шарик с центром в этой точке. Какой-то шарик положительного радиуса. А что тут надо заметить, это вот что. Что понятие открытого множества является относительным. Если мы смотрим на какое-то множество, то оно может быть... То вопрос о том, является оно открытым или не является открытым, оно зависит от того, в каком подмножество, какого множества является это множество. Ну, например, мы можем рассмотреть... Давайте рассматриваем отрезок. Например, от нуля до единицы. Если мы рассматриваем его как подмножество всей прямой, то он не является открытым. Мы рассматриваем его концевую точку. Потому что никакой шарик, ну, шарик в прямой, это просто интервал, никакой шарик внутри прямой, с центром в концевой точке отрезка, не лежит полностью внутри отрезка. Значит, в этом смысле отрезок, включающий свои концевые точки, не является открытым множеством. Но если мы рассмотрим тот же самый отрезок как подмножество самого себя, тогда шаром с центром в концевой точке являются только точки самого отрезка, которые лежат на расстоянии не больше какого-то от этой точки. Тем самым, такой шар, конечно, лежит полностью в отрезке и вообще любое множество является открытым само в себе. Вот. Ну, другой пример в обратную сторону. А теперь давайте рассмотрим интервал, то есть промежуток прямой, не содержащий своих концевых точек. Является ли он открытым? Если мы рассматриваем этот интервал как подмножество прямой, да, он является открытым. У любой его точки найдется маленький, найдется маленькая окрестность, маленький. Интервал, который содержит, который полностью содержится в этом интервале. Но если мы рассмотрим этот же самый интервал как подмножество плоскости, то нет. У любой внутренней точки, какой бы мы маленький кружок в этой плоскости не взяли вокруг этой точки, он, конечно, не поместится внутри этого интервала. Значит, в этом смысле интервал не будет открытым. То есть, тут важно то, что понятие открытости является относительным. Оно зависит от того, в чем лежит наше подмножество. Как подмножество чего мы его рассматриваем. Ну, еще важное слово, которое тут надо произнести, это слово закрытое. Значит, если у нас есть множество, в нем есть открытое множество, которое мы определили. Дополнение к открытому множеству называется замкнутым. Ну, давайте я уже замечу на всякий случай, что бывает множество, которые не являются ни открытыми, ни замкнутыми. Например, ну, например, если мы рассмотрим прямую и в нем, прямую и в ней множество, например, рациональных точек, рациональных чисел не является ни открытыми, ни замкнутыми. Или множество и рациональных точек, и рациональных чисел тоже не является ни открытыми, ни замкнутыми. Непрерывность. понятие непрерывности понятие непрерывного отображения одного метрического пространства в другое. Вот оно было сформулировано, его только надо вспомнить. Давайте я вам дам задачу на продумывание. Она состоит в общем. Мы формулировали понятие непрерывности в терминах шариков. Можно его переформулировать, не обращаясь к шарикам, а можно сказать так. Отображение одного метрического пространства в другое является непрерывным тогда и только тогда, когда полный прообраз любого открытого множества является открытым. полный прообраз понятно, что это такое. Пусть у нас есть какое-то множество в том мы рассматриваем то метрическое пространство, которое мы отображаем берем там какое-то подножество, полный его прообраз это множество всех точек, которые при нашем отображении переходят внутрь в точке этого множества. Ну, еще важно пожалуй, продумать такие вещи. Что мы можем сказать про открытое множество и замкнутое множество как они себя ведут при логических, при теоретике множественных операций. Ну, легко понять такие вещи. Пусть у нас есть два открытых множества тогда их пересечение снова является открытым множеством. И вообще пересечение любого конечного числа открытых множеств является открытым множеством. Ну, это очень просто понять, потому что если у нас есть какая-то точка она принадлежит всем этим открытым множествам она принадлежит пересечению этих открытых множеств найдутся шарики каких-то радиусов в центре, в этой точке которые лежат в этом пересечении ну, и надо просто взять наименьший из этих радиусов тогда шарик с самым меньшим радиусом будет лежать в каждом из этих множеств. Вот. Ну, другое еще более, пожалуй, очевидное утверждение состоит в том, что любое объединение открытых множеств является открытым множеством. Тоже очевидный факт но его часто бывает полезно помнить. Комиоморфизм. Ну, давайте посмотрим на примеры когда это свойство выполнено когда не выполнено например любые два интервала прямой гомеоморфны между собой они получаются друг из друга ну, например, гомоты любой интервал прямой гомеоморфен всей прямой например если это интервал от минус пи пополам до пи пополам то такой гомеоморфизм задается функцией тангенс ну, или можно задать такой гомеоморфизм такое непрерывное отображение непрерывные в обе стороны которые отображают конечный интервал на бесконечный интервал можно его задать функцией тангенс можно задать его какой-то рациональной функции например если мы возьмем функцию ну, например х делить на х квадрат минус 1 то она задаст как как легко понять гомеоморфизм интервала от минус 1 до 1 на опять-таки все прямое ну, похожим образом если мы возьмем открытый круг открытый диск на плоскости этот открытый диск гомеоморфин всей плоскости его можно вот так вот непрерыв вот так же, как конечный интервал функции тангенс растягивался на всю плоскость точно так же можно открытый круг растянуть точно так же, как интервал растягивался на всю прямую точно так же открытый круг можно растянуть на всю плоскость или внутренность шара, открытый шар, можно растянуть на всё трёхмерное пространство. Вот это примеры гомеоморфных множеств, гомеоморфных метрических пространств. Одна из основных задач топологии состоит в том, чтобы научиться различать гомеоморфное или негомеоморфное наше пространство. У нас есть два пространства, мы должны понять, гомеоморфные они или нет между собой. Самый простой, пожалуй, вариант гомеоморфизма, который умеет различать, это число компонент связности. Например, число компонент линейной связности. Что это такое? Пусть у нас есть множество метрическое пространство. Оно называется линейно связным. Если для любых его двух точек найдётся непрерывное отображение отрезка в это множество, то есть просто путь, ведущий из одной из этих точек в другую, непрерывное отображение отрезков в это множество, которое начало этого отрезка, то есть начало пути, переводит в одну из этих точек, а конец переводит в другую. Если у нас множество не связано, если оно состоит из нескольких кусков, тогда вот оно разбивается на несколько кусков, которые называются компонентами линейной связности. Каждый из этих кусков связен, а друг с другом они не связаны. Из одного из них перейти в другой нельзя. Например, объединение двух непересекающихся, или десяти непересекающихся отрезков на прямой. Ну вот, вот этот пример десятка. Это множество, состоящее из десятка свежих компонентов. Конечно, оно не гомеоморфно никакому множеству, состоящему из одиннадцати компонент линейной связности. Но это пример слишком очевидный. Давайте подумаем про менее очевидный пример. Ну, простейший следующий вопрос такой. Вот, рассмотрим напрямой открытый интервал и отрезок. То есть, тот же самый интервал, но к которому добавлены два его конца. Они будут между собой гомеоморфны или нет? Ну, легко понять, что они не гомеоморфны друг другу. Почему? Потому что, ну, допустим, между ними есть гомеоморфизм. То есть, взаимно однозначное отображение, взаимно непрерывное отображение из отрезка в интервал. Ну, у отрезка есть, например, правый конец. При этом гомеоморфизм, он куда-то должен перейти. Он перейдет внутрь интервала, в какую-то точку интервала. Но эта точка интервала делит интервал на две части. Которые уже между собой не связаны. И вот оставшаяся часть отрезка должна отображаться в объединении этих двух кусков. Покрывать все их точки. И при этом не пересекать ту точку, которую мы уже отметили. Ту точку, в которую перешла концевая точка. С которой мы начали. Ну, понятно, что этого не может быть. Потому что иначе бы мы получили, опять-таки, что то множество, состоящее уже из двух компонентов, на которые эта точка разбила интервал, гомеоморфно, множеству, состоящим из одной компонента, которая есть тот отрезок, из которых тоже выброшена эта концевая точка. Этого не может быть. Значит, интервал отрезку негомеоморф. Ну, есть множество других соображений. И я надеюсь, что все-таки у нас начнутся регулярные семинарские занятия, на которых мы будем рассматривать и учиться доказывать другие утверждения о негомеоморфности. Ну, в частности, значительная часть домашних заданий будет этому посвящена. Следующий пример интереснее. Это пример, который использовался, опять-таки, на прошлой лекции. Вот мы рассматриваем множество всех прямых на плоскости. Мы уже разобрались с тем, что его можно изображать как ленту Мебиус. Можно определить взаимно-однозначное соответствие между точками, между прямыми на плоскости и точками такой вот бесконечной ленты Мебиус. То есть, ленты Мебиуса, которые являются произведением конечного отрезка на бесконечную прямую, и при которой две прямые, которые соответствуют концам этого отрезка, вот таким вот образом склеены друг с другом. Собственно, в тот момент нам понятие гомеоморфизма и метрического пространства не требовалось. Ну, вот мы рассмотрели это множество таким образом. С другой стороны, можно то же самое множество, множество прямых на плоскости рассмотреть, как проективную плоскость с одной выброшенной точкой. Ну, действительно, давайте посмотрим, что из себя представляет множество прямых. Давайте, что из себя представляет множество прямых на плоскости. Давайте вот эту плоскость, в которой лежат все эти прямые, реализуем таким образом. Мы рассматриваем трехмерное пространство. Вот тут рисунок будет нарисован. И вам предъявлен. Берем трехмерное пространство с координатами x, y и z и берем там плоскость, заданную уравнением z равно 1. Тогда любой прямой, любой афинный прямой, любой прямой, проведенный в этой плоскости, не обязательно через начало координат, соответствует некоторая плоскость в нашем трехмерном пространстве, уже проходящая через начало координат. Ну, самым простым образом она соответствует. Вот мы берем эту прямую, мы берем начало координат и через эту прямую, через эту плоскость проводим единственную возможную плоскость. Как нас учит товарищ Евглин, это можно сделать. Вот получилась такая плоскость. Ну, плоскость, множество всех плоскостей в Евглинском пространстве, в трехмерном пространстве, множество всех плоскостей, проходящих через начало координат, оно находится в взаимно однозначном соответствии с множеством прямых в том же самом трехмерном пространстве, тоже множеством прямых, проходящих через начало координат. А именно это взаимно однозначное соответствие Соответствие – это просто ортогональное дополнение. Каждой плоскости, проходящей через начало координат, можно поставить в соответствие ее ортогональное дополнение, то есть прямую, которая ей перпендикулярна. И все прямые, если две прямые в плоскости z равно 1 были разными, то они будут соответствовать две разные прямые в нашем пространстве. При этом получатся почти все прямые нашего пространства с заключением только одной прямой, а именно прямой, которая соответствует оси z. Потому что ортогональная к ней плоскость – это плоскость z равно 0, которая никак не пересекается с нашей плоскостью z равно 1. Таким образом, множество прямых в трехмерном пространстве, множество прямых в плоскости – это все равно, что проективная плоскость без одной точки. Но на проективной плоскости мы знаем, какая там метрика. Мы ее определяли в прошлый раз. Потому что мы знаем, что такая метрика, какая метрика у нас на сфере, из этой метрики на сфере, можно сделать метрику на проективной плоскости. Мы это делаем. Ну вот, вот возникает у нас такая задача. У нас есть генто-медусы. Довольно понятно, как на ней определить метрику, как из нее сделать метрическое пространство. Правда, про это тоже надо подумать. Но я надеюсь, что вот про это мы все-таки поговорим на семинарских занятиях, когда они у нас пойдут в регулярном режиме. На денте-медусы есть метрика. На проективной плоскости есть метрика. Ну, раз есть на проективной плоскости метрика, значит, на проективной плоскости, в которой выброшена одна точка, тоже есть метрика. Но то и другое являются изображениями одного и того же множества. А именно множество прямых, множество прямых на плоскости. Вот, значит, у нас получилось взаимно-однозначное соответствие между этими двумя множествами. Денте-медусы и проективной плоскости, из которой выброшена одна точка. Это два метрических пространства, на них есть метрики. Значит, надо понять, вот это отображение, это взаимно-однозначное соответствие, которое между ними получилось, оно является гомеомархизмом или нет. Вот на этом вопросе я заканчиваю первую половину этой лекции.